коктейли плохие еда плохая атмосфера плохая но мы неплохие люди нахуй не посылаем уже гостеприим и по моему нас миллиардные обороты до 2015 до какой-то там предмет должен быть чтобы попасть вроде секта не лицензии вообще ничего не было ну любимых бар ну что-то доебался влияние государства но абсурд полный будучи просто бомжом по 10 стран в месяц лондон нью-йорк лондон нью-йорк ты же ни хуя не делал мы не знаем закроют нас или нет у нас ну никаких бумаг не всегда хорошо нам помогли озадачиться соответствующие органы мы это водка целовальник лечит рак нихуя себе я каждый раз удивляюсь какие мы разные артём привет саша привет мы находимся сейчас в элька пита баре это ваш с партнерами флагманский бар флагманское заведение и этот бар занимает восьмое место в мировом самом популярном рейтинге ты занимаешь 34 с не ошибаюсь место в мировом рейтинге людей которые максимально влияют на барную индустрию и первым моим вопросом будет расскажи технически нам с ребятами каким образом эти регалии получаются до каких-то временных промежутках идет речь и вообще как это происходит так но тут вообще тема беседы на целую лекцию а то и на диссертацию очень буду стараться как бы по существу и сжат пошли меня это вообще вызов как-то так полчаса может только здороваться смотри есть коллективный наш труд и заслуга это тот самый полтинник the wall 50 best bars на то самое восьмое место вообще с одной стороны удача с другой стороны супер труд с этой стороны как будто бы запланированный а иногда такой вот фристайльный такой вот проект поэтому сейчас буду стараться потихоньку отвечать на все мы открылись пятнадцатом году 1 января и уже в шестнадцатом году мы попали в топ 100 лучших баров мира казалось бы это вроде 50 но есть утешительный полтинник второй полтинник да вот та же самая номинация то же самое все премии называется the wall 50 best bars но ты на 76 строчке как это так если 50 на 76 когда ты попадаешь туда ты не спрашиваешь потому что нихера себе как здорово когда не попадаешь начинаются вопросы вообще я вот этот вот период для меня такой период откровения потому что с одной стороны я конечно смотрел на чужие успехи и думал ну наверное что то там нам ухлёвано или может быть повезло как только сам начинаешь получать какие-то регалии сразу понимаешь ну очевидно же что все объективно вы работали вы молодцы поэтому хейта было с первого года очень много и мы потихоньку с каждым годом поднимались на этой ну в этой премии довольно сильно сначала 76 потом 7 потом 70 ну типа не сильно но потом сразу же 39 это уже настоящий взрослый полтинник тебя приглашают там black tie в лондоне и ты как бы счастлив и довольны пищишь от восторга потом тебя приглашают ты уже знаешь что ты в топ-1 еще не знаешь на ком есть да ну там интересно там по факту это очень все закрыто секретно и так вот кулуарно как будто бы тебе присылают письмо если ты оказался во втором или первом полтиннике если в первом то тебя приглашают вот в вот на этот период в эту дату такая церемония помогает получить физу если там какие-то проблемы и конечно там целый целый пласт ивентов там целую неделю тебя гуляют и вообще это конечно это очень интересное ощущение ну то есть это не просто ну такая туса где тебя просто напоили раньше мы сами себя можем напоить будь здоров но ощущение что самовы из самые топовые самые масонская ложка да 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 абсолютно самые целеустремленные ребята со всего мира по три человека с командой там по четыре в зависимости от того насколько ты насуетишь себе плюс один вот этот вот да в общем оказывается в одном месте все понимают что случайных персонажей тут нет есть конечно представители брендов журналисты если ты бартендеры ты с этими там шарфиками вот у нас вот там вот есть все эти награды то конечно это ощущение классное особенно на нашем таком вот постсоветском пространстве с нашим архетипом типа вот там же если нас приняли вот там на западе лондон это же все-таки не черногории запад то разный бывает да и ты понимаешь туда чего-то ты стоишь что-то добился это уважение кэш колосса как технически кто и приходит а то проверяет смотри как устроена какая 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 методология да есть так называемая киди мичерс это ребята которые назначают судьи да то есть такие заучи по воспитательной работе они они назначают каждый в своем регионе своих определенных судей всего суде там около пяти сотен вообще в мире вот разных раньше то чтобы эти действуют инкогнито а вот самое любопытное первые три года нашего вот этого алко пробега мы это называем они действовали очень даже не инкогнито они писали в инстаграме писали везде я судья я могу повлиять на твою судьбу кстати накрывай поля хочешь этот рингтон себе на мобильный приглашай меня да и это было очень ну это был просто абсурд то есть эти судьи они только как вот как этот кто там был волк ну погоди который подставлял эту корзину за яйцами когда он там бегал в этой игре вот точно так же подставляли себе всякие гэсты всякие подарки путешествия ну и где-то там конверт какие-то гонорары конечно это все неофициально никто ни в коем случае не признается но там как давай ты приедешь расскажешь какую-нибудь лекцию которая стоит а ругаться можно да которая ебейше стоит ну просто а потом вечером ну куда нам идти ну неужели мы пойдем какой-то другой бар на всякий случай в наш бар зайдешь и посмотришь как мы классно работаем или нет очевидно же что это все равно ну так какие-то да схематоз и юзанья своего какого-то должностного вот этого положения да вот это было несколько лет в начале потом они организаторы вильям рид медиа вот они этот схематоз постарались как-то оккупировать и соответственно теперь нельзя публиковать то что ты в общем но вы уже к этому времени были на определенном статусе уже все само собой дальше мы стали сами судьями из нас из троих было три как раз судьи это был вообще топ потому что как это так из одной команды и и не один судья но каким образом этих судей назначают если ты путешествуешь если ты там би или три три лингва если ты активно если ты что называется giving back to the community то есть ты не просто включается личный бренд да включается личный бренд и ты как бы молочина каждого из этого есть они сделали акцент на то что у каждого этих суйечка у таких судей должен быть какой-то свой личный бренд это какой-то не ноунейм должен быть потому что по крайней мере как ты становишься не ноунейм взрослого решения опиливает и в общем ты и сам проявляешь себя то есть ты и на экспорты на импорт ты много получаешь от этой индустрии много даешь это очень важно Потом решили, что было правильное Не просто назначать самых топовых Потому что самые топовые, как оказалось Это Гонконг, это Сингапур Это Нью-Йорк, это Лондон В основном Нью-Йорк и Лондон И получается, что По тем временам было 300 судей Из 300 судей 200 в Нью-Йорке живут Потому что это правда родина индустрии, как и Лондон Они ходят в одни и те же бары Поэтому эти бары всегда в топе Пинг-понг постоянно продолжался Лондон-Нью-Йорк, Лондон-Нью-Йорк Какой-нибудь Петербург, ну кто до Петербурга Случайно как бы доедет Ты должен организовывать эти случайности Чтобы люди приехали Соответственно, все бабки, вся индустрия И все брендовые поддержки находятся там И конечно, мы всегда смотрели, как из-за забора Как там белые люди тусуются Потом Они сделали тоже интересную Новую вводную Это ты должен голосовать За 7 баров У тебя, соответственно, 7 вот этих вот слотов За первое место Ты присуждаешь 7 баллов За второе 6 баллов И так далее, и так далее Но минимум 3 из этих 7 слотов Должны быть отданы бару из твоего региона Вот если я из России То ты должен минимум 3 бара Оставить вот в этом списке из России Для того, чтобы ты ставил на карту Этих голосований свой регион И таким образом стала Как-то вот эта система расширяться И такая диверсификация произошла Не только Лондон и Нью-Йорк Короче, премия выросла вместе с вами Да, на самом деле да И так как мы очень много путешествовали Мы очень много сами и приглашали И нас приглашали И конечно, это было Сначала можно мы просто постоим рядом Посмотрим на вас, на крутых бартендеров Из Нью-Йорка Потом уже не просто постоим А я как бы и попробую коктейль Оказывается, я тоже что-то знаю Потом давайте я сам приеду Все за свой счет И еще, быть может, вам заплачу Чтобы у вас погостить То есть такой социокультурный феномен Ты приезжаешь со своими коктейлями С нарядами, с музыкой, с атмосферой С обаянием желательно С обнимонстрами Как наш Николай Николаевич любит выражаться Всех заобнимали Всех там обаяли И пускали за бары Потом ты стал расти, расти Получать премии Делать какие-то лекции Тебя стали уже приглашать Сначала бесплатно А потом уже с какими-то гонорарами С презентациями, с лекциями В основном это была моя задача Потому что у меня несколько языков И в общем каждый год я готов похвастаться тем Что мы добились того, о чем мечтали Когда-то мы с дуру сморозили Вот в десятку пойдем И можно успокоиться Естественно, в жизни никто не верил Потому что даже в топ-100 попасть В Петербурге, ну это почти невозможно В десятку попали Вот как раз на этом месте Я и хотел обсудить один очень важный аспект Это аспект удачи Так Я бы хотел послушать твое мнение Насколько сильно удача во всем произошедшем Вам сопутствовала И твое отношение вообще к этому явлению Потому что бытуют разные мнения Часто обычные обыватели Или часто молодые предприниматели Или предприниматели, у которых не получается Смотрят на тех, у кого что-то вышло И думают Да, там фортануло, там фортануло Там фортануло И у меня нередко на эту тему случаются Своими знакомыми Те или иные споры Потому что я бизнесом занимаюсь Бизнесом занимаюсь похожим И Давай послушаем твое мнение Про вот эту удачу Насколько она повлияла Как к ней относиться И как ее использовать Слушай, я Честно свое мнение поделил На до и после всей нашей титулованности Плюс у нас еще есть У каждого своя индивидуальная титулованность У меня вот такая Most influential people Это как бы круто В барном мире То есть, ну я парень не Пскова Я в 30 лет только из Пскова переехал То есть, я сугубо провинциальный товарищ Который просто учил английский И несколько других языков И интересовался И тут вдруг реально за год, за два У нас было По 10 стран в месяц То есть, вот настолько абсурдно Один мой гэст в Нью-Йорке был Я прилетел JFK Бар Я прочитал лекцию Сделал гэст Оттуда на такси Снова JFK То есть, я был меньше 12 часов в Нью-Йорке И вот так вот Атлантика То Атлантика обратно То есть, ну абсурд полный Вот так вот мы концентрированно Интенсивно себя вели Понятно, конечно Вызывает негатив и непонимание Ой, да ладно Был я в этом баре Что там? Ну, есть там Ацтек Негроний какой-то А что? У меня тоже коктейли классные Во-первых, нужно помнить Что эта индустрия Как бы с одной стороны гостеприимства А с другой стороны Все-таки это шоу-бизнес И поэтому каждый творец Каждый мессия Каждый визионер И каждый очень ревностно Относится к тому Что вот его почему-то По какой-то причине Не заметили Поэтому всегда все будут комментировать Это удача Это случайность Это на самом деле лохотрон Или они шныри Они где-то себе подсуетили Я очень сильно переживал Сначала пока понял Пока не понял, вернее Что даже если я лекарство от рака Изобрету Это будет Да, мне понятно Просто повезло Случайно шел-шел И нашел рецептик Для меня это было откровение Потом Я понял, что Нужно все-таки знать технику Если Ну как По-моему Грибоедов Чины людьми даются А люди могут обмануться Чтобы Выигрывать Надо уметь играть И знать правила Очень многие говорят Уметь хотя бы распознать Да, да Очень многие говорят Я работаю Не для премии А для гостей Главное Главное Наша заслуга Это довольные улыбки гостей Все так Но так говорят Только лишь те Кто никогда не оказывался На сцене И кому просто не говорили Спасибо за твои труды Ты не знаешь Что тебе нужно быть Оборзевшим Конченым пидорасом А к тому Что ты что-то делаешь И индустрия Твоя личная индустрия Она тебя Ну как бы Замечает Примечает Ну разве это не может быть приятно Конечно приятно Создаешь ментальный Такой капитал Да Это прикольно Оказывается что Внутри Вот этих самых Групп единомышленников Ты оказывается Достоин Ты ими был Как бы Подлюблен Или может быть Замечен Это очень приятно Ну и третье Это по-моему Павло Пикассо сказал Вдохновение И удача Конечно существуют Но пускай Они застанут вас За работой Поэтому пока ты Застрадываешь Из-за того Что тебя не заметили Ну ты даже Свои там Не знаю Свои стихи Поэмы Или я не знаю Допустим Классный вкус Или какие-то Нотки души Ребят Которые принимают Решения Я им за это Благодарен И конечно Я с ними согласен Очень много Было моментов Самокопания Достойный Недостойный А как это лучше Я по-другому Это воспринимаю Не бывает лучших баров Понятно Что это звучат Вот эти премии Странно The world 50 best bars Но любимые бары У нас даже На коктейле недели На нашей Есть тоже Своя мини премия Мы выбираем Там любимые бары Вот если мой Любимый бар Какая-то пивнуха На районе Ну любимый бар Ну что ты доебался Что я поставил Его Может я там Не знаю Первую любовь Свою встретил Поэтому он мой любимый Поэтому я воспринимаю Это за Такой Ну скажем Инструмент Самопознание Рад что он произошел И было конечно Ну переживательно Поэтому в удачу Я не верю вообще Просто Если кто-то на тебя взглянул Тот кто нужен Там где нужно Ну значит Ты там оказался же Не случайно Что ты там оказался По каким-то причинам Ты там оказался Это как удачный выступ В горе По которой ты ползешь наверх Просто Ты можешь за него зацепиться Сделать выводы Эффективно использовать И продолжить Ну да А если человек Как бы не решил Полезть наверх То он и не увидит Этот выступ Ну безусловно Сколько у нас было Факапов Ну это пипец Но тем не менее Как-то Отряхнулись Пошли дальше Поэтому я считаю Что это крутейший инструмент Вся эта титулованность Если бы ее не было Мы бы с тобой не встретились Вот вообще Не важно Может это начало Крутейшей дружбы Даже не партнерства Но вот если бы Этого ничего не было Ну разве ты заинтересовался Полуподвальным помещением В Петербурге В Питер Мексика Какая-то херня непонятна Давай вот как раз Про это и поговорим Потому что Очевидно Что даже В этом мировом рейтинге В этих лучших 50 барах Это не только Про напитки Абсолютно Это про фишки 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 твоя тема Маркетинг твоя тема Давай обсудим С чего начинался Эль Капитас бар И какими фишками Он был дополнен Сначала Какие фишки К нему прирастали Со временем И очень важный Самый важный В этом всем вопрос Я Год мы готовим Совместный проект Я год Активно наблюдаю За вашей деятельностью За деятельностью Твоих партнеров Твоей В медиа И очень важный аспект Я вижу что Я прям чувствую Что многие фишки Которые Неважно куда они Относятся к управлению Персоналом К каким-то Общим историям К созданию продукта К выводу новых Проектов К созданию меню Я вижу что Это все нарощенное Потому что я шел Практически тем же Самым путем Что шли вы Только в абсолютно Другой но очень Похожей индустрии И вот вопрос Какие фишки Были изначально В этом баре Как они развивались Как они повлияли На премию И как эти фишки Сейчас оказывают Влияние на весь Ваш бизнес Слушай А вопрос правда Актуальный Классный И вообще В теории Мы так Когда анализировали Потому что это шахматы И нужно уметь В эти шахматы играть Чтобы уметь играть Нужно по крайней мере Знать правила И начать играть А дальше тебе Сама вселенная подскажет Ну раз проиграл Два проиграл Три проиграл Четвертый раз спросил Да что не так Ты дебил Ты все три раза Предыдущие Просто неправильно ходил Вот так надо И пошло поехало Поэтому мы Для себя определили Что есть четыре Как бы категории Вот этих вот Титулованностей Внутри полтинника Первая категория Это бар при отеле Где быстрее Выше сильнее Самые дорогие Бокалы Самые дорогие Бутылки Форма Золотое золото Да все Вот это дорого-богато То есть когда ты приходишь Это может быть Не слишком тебе близко Но когда ты Не знаю К Сандаре у нас В Петербурге Либо сейчас Шаляпин бар Открылся В метрополе В Москве Мы его консультировали Ты понимаешь Что дорого-богато Ну какой бы ты не был Супер фрондирующий Альтернативщик Такая хипстота Все равно Красиво Прикольно Поэтому вот эти бары Но это Отдельная категория Там нет инвентуры Там вообще не про деньги Бары при отеле Это про понты И про крутизну Вторая категория Это действительно Какие-то носители Крутейшие идеи Новаторы Вот до них Этого не знал Не умел никто И они даже Может быть не совсем Такие гостеприимные Они могут быть интровертные Такие все в себе Но вот они это выдумали Третье Это бары От какой-то важнейшей фигуры То есть какой-то Не знаю Фронтмен Да Фронтмен Просто легенда Ходячая Живая Говорящая И даже что-то делающая Легенда Открывает бар Автоматически Как бы Свечения Солнцеобразного Вот этого персонажа Падает на то Что он делает Классический дайкер И все Боже мой Все пыжатся Как-то там Пытаются что-то насуетить А он уже Успокоился И делает классику Вот как надо И сразу все эти баллы Ставят Типа Боже Это новое прочтение Он вернулся Он вернулся к истоку Такое тоже бывает И четвертое Это просто действительно Командность Душевность Командность Очень много работы И постоянный хассел Понятно что Ты будучи просто Обоссанным бомжом От барной индустрии Вряд ли тебе нахасли что-то Ты хотя бы должен На крепкую четверочку Себя что-то представлять Я думаю что мы как раз Последний вариант Я себя Всегда немножко Так как бы Принижаю Потому что Специфика нашей Русской ментальности Это раздутое эго И низкая самооценка Мы классные Но можем и в сторонке Посидеть Мы самые лучшие Мы великие Мы особенные Но вот все-таки Что скажет Европа Про нас Это вообще Абсолютно вообще Наша ментальность У нас то же самое было И вот как раз То о чем ты сказал Про фишечки Это была Важнейшая часть Нашей такой командности Да Поэтому мы точно поняли Что мы должны Открыться рядом С Рубинштейна Это наша Сейчас уже давно Это не самая актуальная улица Это главная барная улица Но тогда она была Супер главной барной улицей Там местом притяжении И так далее Это 2015 год Да Конец 2014 Потом мы поняли Что у нас конечно Денег на этой улице Открыться нет И мы открылись рядом Но не на первой линии Опять же потому что нет денег Вот Потом мы поняли Что не надо пытаться Становиться лучшим В уже заезженных направлениях А выберем Своё направление Это Мексика Это мискаль Это агавы напитки Это такая вот Агавая миксология В России никто этим Не занимался вообще Особенно на таком уровне Когда всё-таки Есть какой-нибудь Симпатичный лёд Есть какой-то бэкграунд Какие-то знания Там эрудиция Бла-бла-бла Потом мы поняли Что естественно Раз Питер Раз центр Раз это Мексика То очень подходит Наверное Какой-то колодец Да Обязательно И мы поняли Что и на колодец То у нас и было Только лишь денег Только на этот колодец Соответственно Мы здесь открылись У нас не было Ни Договора аренды Ни лицензии Вообще ничего не было И естественно Вот эта вот часть Твоего маркетинг Позиционирования Она была вынуждена Даже не часть А всё это позиционирование То есть мы открываем Вот это Вот это Первичное Скажем Восприятие бренда Открывая эти ворота То есть мы потихонечку Говорим о том Что тихо Сейчас я вас доведу Я понимаю Что это формат Спикизи О которых много Кто знает А может быть Кто-то и не знал Но это не стилизация Спикизи Это правда Ну ебеня Сюда надо пройти Здесь там Бомжи с друг другом Любовью занимаются У нас интеллигентные бомжи И ты понимаешь Что твою мать А я ещё и Пскова приехал Для меня это вообще Космос был Ну типа А где классный бар Будет такой С медью С латунью С хрустальными бокалами А здесь вот А здесь совершенно Не то Просто настолько не то Я сначала конечно фыркал Это мои партнёры Они долгое время Жили в Петербурге И они понимают Что атмосферность Вот стиль Какая-то аутентичность Это не про дорогую посуду Хотя и это в том числе Просто есть и другие направления Очевидно Раз это индустрия гостеприимства Гостеприимство Это всегда такой эмоциональный диалог Диалог как бы душ С желанием поухаживать И так далее Поэтому мы тащили людей за руку Рассказывая Вот извините У нас вот бомжи Извините здесь вот какашки Извините вот это Но вот сейчас вот вы поводили в Мексику Ну что пиздец Вот Это тоже была часть Вот этого Вот этого формата Этой эмоции По поводу театра Начинается с вешалки Он начинался у нас С нашего дворика колодца И с этих бомжей Мы заходили внутрь Соответственно закрывали И человек видит Что ты закрываешь Стальную дверь на ключ Это тоже так странненько Мы рассказывали Что нас вот курят Только вот здесь Чуть-чуть Тогда вообще курить Уже нельзя было А у нас можно И только потому Что мы не выпускали Никого В этот двор Потому что Соседи будут ругаться И так далее Потом мы выяснили Что самый геморрой Это конечно соседи сверху Мы в итоге Арендовали Эту нашу Квартиру сверху На несколько лет вперед И там же жили Наши сотрудники Наши бартендеры Поэтому когда они там живут Соответственно В баре никого нет Если они здесь То там некому мешать Это была Самая лучшая идея Вообще Самая лучшая идея Потом мы поняли Что нам нужно Конечно же Укутывать Ребят По формату Эскапизма Что это такое Этот формат Это гостеприимство Во-первых Это формат Взят на вооружение В любых казино В тики-барах Ты попадаешь внутрь У тебя нет окон У тебя нет часов У тебя нет ощущения Того Сколько Ты здесь находишься Который там час Снаружи Мы даже сначала Забирали телефоны И часы Чтобы ты погружался полностью И мы хотели Сыграть на Оксюмароне На таком То есть В Петербург Снаружи Это всегда Сырость Слякоть Там Какие-то Какие-то Эти переживашки Достоевского А тут внутри Что-то сочное Что-то яркое Что-то как бы знойное Что-то не про Питер Кардинально Каждый гость Который оказывается у нас Он получает Всегда сет Приветственный Это Капита В честь этих маленьких чашечек Мы и назвались Такие глиняные Капиты Это такой вот Очень важный Инструмент Важная тара Для употребления Мискаля В таких языческих Традициях Мезоамериканского Континента Вот этого Где как раз Мексика и находится И соответственно Сангрид Это такой безалкогольный Томатный соус Как сопроводители Мы начинаем Расслабьтесь Сейчас нужно закрыть глазки Представить там Как вы там Целуетесь Я не знаю Может вы Страстный Самец Или Синьорита Вот можно представить В общем Кого угодно И постараться Поцеловать этот Мискаль Как будто вы Целуете кого-то Ну можно вот так Можно так У нас конечно Все привыкли Такилу как пить Облизнул Опрокинул Закусил Чисто функциональный Подход Чтобы просто Наебениться Мы старались Что-то агавовое Преподнести Как процессуальность Какую-то Давайте попробуем Нотки полутона После вкусе У каждого Обязательно должен Был быть бокал воды И мы подходили Бесплатная вода В баре почти Не разливалась В то время И мы подходили Лишний раз Завязывая Или продолжая диалог Ну и потом Конечно У нас были коктейли Которые Мы меняли Каждую неделю Это был невероятный вызов Мы в этом смысле Были панки Потому что Очень было популярно Делать хитрожопые Коктейльные карты С невероятным Каким-то этим Форматом украшений И так далее А мы меняем Каждую неделю Таким образом Ну знаешь как Давая Наверное Понять Что гости Не возвращаются За коктейлями То есть Если каждую неделю Коктейльная карта Новая А у нас есть Постоянники Значит они приходят За всем Чем угодно Но не за теми Же самыми Коктейлями И мы лишний раз Подчеркивали Нашим ребятам Они приходят За ощущением Самости Безопасности Защиты Приколов Каких-то Какой-то Добродушности Добродушия Какого-то Вот это очень важно При этом Бар Первое время Работал Три дня В неделю А сейчас Работает Пять День В неделю Мы добавили Только последний год Это же тоже По сути Маркетинговая фишка Да Три дня В неделю Почему Во-первых Мы работали Сами И мы хотели Подготавливаться Потому что Мы не были Такими Прям опытными И нам нужно было Все эти четыре дня Конкретно готовиться К этим трем дням У нас очень большой Был опыт кейтеринга Особенно у Игоря И у Коли И мы старались Готовить Ну как к какому-то Ивенту Это очень важный момент Потому что в любой Операционке Я думаю Что ты сам знаешь В любом управлении Есть операционное управление Или операционный маркетинг И есть проектный маркетинг Вот у нас сейчас Твой проектный маркетинг Который размазан на год И он стал уже операционкой Типа раз в неделю Напомните себе Проверить Но по факту У тебя есть операционка Есть маркетинг И мы Точнее Есть проектная деятельность И мы решили Что Что мы будем относиться К нашей операционке К чему-то еженедельному Как вот в последний раз То есть все Вот на разрыв То есть мы не знаем Закроют нас или нет Потому что у нас Ну никаких бумаг Вообще ноль И мы в Павел Тинник Уже в первый попали Не имея никаких бумаг Нас уже показали По первому каналу Мы давали кучу интервью И лишний раз думаю Это конечно классно Мы об этом наверное мечтали Но Нихуя себе Типа может быть Что-то как-то озадачится Да Озадачится И в конечном итоге Нам помогли озадачиться Соответствующие органы Которые нами заинтересовались Мы поняли Ну откладывать Ну как бы Больше ни в коем случае нельзя Сейчас конечно Пора выслать Да-да-да Все хорошо И вот конечно Вот этот вот период Когда ты Когда ты вот так вот Стараешься Работать с гостем Вот как в последний день Я помню Что Много было там Каких-то недовольных Первые там Четыре года работал На На входе я То есть я встречал Провожал Я там и танцевал Потому что у меня танцевальный бэкграунд Ты с ними ездил на такси в другой бар Их угощал Кого-то отправлял То есть у меня был очень важный челлендж Вам не понравилось это место По какой-то причине Я сделаю так Что место хуйня Но команда нормальная Вот у меня был У меня был главный барометр Коктейли плохие Еда плохая Атмосфера плохая Но мы неплохие люди А так как я очень такой Как бы Не предприимчивый А восприимчивый То есть я такой Сентиментальный И я вот хочу очень так Чтобы Ну давайте все дружить Мы же вместе Индустрия И что только я не устраивал Поэтому вот это был Главный такой тезис И главный вектор И это дало Огромнейшую базу Такого как бы Социокультурного Горизонтального развития С кем-то познакомиться Кого-то поддержать И все наши Международные контакты Все наши какие-то проекты Все коллабы На самом деле Действительно шли От крутой операционки Вот эти три дня Потому что мы готовились У нас было четыре человека Все мы втроем И один на кухне Вот это было удивительно Причем я вспоминаю Самое тупое Вот дорогие телезрители Можно так сказать Наверное Не открывайтесь Ни в коем случае Если вы хотите Открыть кальянное производство Либо крутой кальянный лаунж Не надо вам Три кальянчика Для этого Это полная жопа Как и тремя бартендерами Открывать бар Потому что туалет потек Ну давай кто будет Я не знаю Я прекрасно понимаю Все про что ты говоришь Потому что Моя история Она на процентов Восемьдесят абсолютно Идентично вашей Я примерно В те же В те же года Открывал Первый кальянный лаунж За 300 тысяч рублей С креслом Качалка из дома Санапы привезенной И всеми производными Про которые ты Прекрасно себе представляешь Так вот и вопрос Основная масса людей Смотрит Думает Ну фу Ребята собрались Подсуетились вовремя В бородатые годы Когда ничего не было Сами там покрутили Попрыгали Потанцевали Потом влоги Поснимали Повыступали И сидят Сейчас умничают Ты звучишь Как классический Петербургский Бартендер Который считает Что нет пророка В своем отечестве Я очень переживал Ну понимаешь Когда ты летишь в Лондон Получаешь визу Переживаешь Дадут тебе или нет Потом еще что-то Потом как-то ищешь отели И вот это все состояние Нагнетания Вот этого Вот этого путешествия И тут ты вдруг В каком-нибудь Американ баре При отеле Савой И ты Блять Вода какая Вкусная Пиздец А где я в России Такую воду Да нигде Ну бля Рашка Ну очевидно Это классика Потом ты возвращаешься Ты еще себе додумываешь Потому что Друзьям рассказывают То что блять Ну это конечно Блять просто воду выпиваю Она не заканчивается Просто И каждый раз Сама выполняется То есть Вот и ты начинаешь Конечно же додумывать Потому что это ощущение Это впечатление Это какое-то внутреннее Откровение для тебя А тут у тебя Соседний подвал Ты приходишь Да пирог этот болту Ну как бы да блять Всю жизнь он там Не мог заткнуться Поэтому Это пробовал я Господи я сам это могу Я всегда Соминаю какое-то интервью Интервью Не помню Вот Как давно я его Посмотрел Интервью С современниками Высоцкого Да Вот для нас Это величайший артист Да Легендарная личность Одиозная и так далее А кто-то вспоминает Да брал у меня денег В долг Бля Конченая Бразь Не возвращал А он домой Возвращался В подъезде Там В горлане Ну типа Шалопа И так далее И так далее Современники Не понимают Как бы гениальности Сегодня в барной индустрии Открываются Самобытные Бюджетные Проекты Каким-то образом Похожие Или походящие На ваш проект Открываются Ребятами Бартендерами К тому же За 10 лет Очень много Поменялось Это было 10 лет Почти Почти даже 11 Потому что Первый раз Мы попробовали Даже за год До открытия бара Мы попробовали Такой поп-ап На барной выставке На МБС И в это время Конечно Очень много Было Приезжих ребят Приезжих Даже стартендеров Вот мы их так прозвали Звездных бартендеров И они посмотрели Вот была вот эта вывеска Которая у нас висит Эта вывеска Прям с тех самых лет Сначала мы сделали вывеску Сделали фартуки Отшили И больше ничего у нас не было И потом несколько копит Вот у нас такая идея Бля, делайте все Круто, молодцы Это нас очень вдохновило Наверное Это был чуть ли не единственный проект Который был открыт Бартендерами Вот так Сами скинулось Скинулись из говна и палок Старались сами работать И естественно Сразу же Смотреть на запад Сразу же Туда учиться И у них учиться И учить кого-то Потом была Череда открытий То есть такие круги по воде Пошли через 2, 3, 4 года Поэтому Но даже это уже Типа 7 лет назад было 5 лет назад Вот в данный момент Это большая редкость Честно говоря Потому что Индустрия другая И поколение другое Нет Голодных Злых И Жадных до каких-то Свершений Уже ребята Из барной индустрии Все уже стали Как будто бы Супер проработанные И преисполненные Нет я буду работать В найме Я должен 3 дня в неделю Отдыхать Я должен Как-то Себя в общем Обезопасивать От токсичной среды А если открываться То надо инвесторов Ну они тоже И боятся инвесторов Короче Злых И голодных До самоопределения Я уже почти не помню Но все-таки Вернемся Ко второму Вот этому Блоку этого вопроса Да фишки Соответственно Да Вот эта атмосфера Закрытость Определенная Безусловно Недоступность Да С этими Тремя днями В неделю Сейчас уже Попасть в Элькапитас бар Намного проще Чем было раньше Ну было удивительно По три недели Да люди ждали Бронировали Причем мы никогда Не хотели Как раз таки Первые разы Когда я слышал Про Элькапитас Это как раз таки Вот эти были истории Что у тебя какой-то там Предмет должен быть Чтобы туда попасть То есть Я еще не знал Что это за проект Я не знал про вас Но я понимал Что чуваки Двигаются на легендах Конкретно Абсолютно Да Мифология присутствовала Предметы 300 кроликов Какие-то там 400 кроликов Да Смотри 400 кроликов Это интересная Тоже легенда Миф Ацтекской мифологии Это отдельно Можно беседовать Долго У нас внутри Есть 400 кроликов Внутри бара Если ты все Все эти кролики Сосчитаешь Конечно они раскиданы Там за какой-нибудь Вытяжкой Еще что-нибудь То будешь как бы Бухать у нас Бесплатно там Не знаю Несколько лет Никто еще пока Ну не нашел Потому что Либо не хватало Веры в нас Что мы в общем Готовы так Так пойти навстречу Либо не хватало Усидчивости Или просто Слишком напивались Касательно предметов Те кто долго К нам ходил Те кто являлись нашими Как бы регулар С постоянниками У них появляется Именная капита Эта чашечка Там вот можно Потом заснять будет Там соответственно Есть твой Либо инстаграм аккаунт Либо какой-то Никнейм твой Соответственно Когда ты бронируешь Ты звонишь У нас появляется Твой телефон Твоя картинка Вот такой-то Звонит товарищ Вот такая-то У него вот эта вот Чашечка И привет Я Эль Капитас Да я жду Я твоя чашечка Я жду тебя Очень долгое время Мы в сторис Выкладывали Вот несколько ребят Я твоя чашечка Я тебя жду Вот так же Как и вы сейчас Занимаетесь Вот этим вот Классным продакшеном Каким-то таким Дерзким Хлёстким Вот занимались Давно-давно так же Я когда был Во всех этих Многочисленных поездках Я всегда занимался Таким вот Горилла маркетинг Только в разрезе Инстаграм То есть От аккаунта Эль Капитас Заходил На разные аккаунты Беседовал Весь такая терминология Как КХБ Ключевые характеристики бренда То есть Нужно представить Что твой В общем бар твой проект Это живой человек Вот какой он Весёлый Грустный Экстравертный Интровертный Модный Плевать ему на то Как он выглядит И как он Дерзкий Или нет И вот От этого Воображаемого Персонажа Уже общаться Соответственно Я со всеми общался Лайкал Кокетничал Приглашал Это был такой Ну так никто не делал Десять лет назад Точно никто не делал Потому что обычно Ну поставил Постик какой-то Круто Круто И вы сделали Огромное количество фишек Вы их реализовали Эти фишки Они показали Свой результат Как на российском рынке Так уже на международной И как эти фишки Вы поняли Что это схема рабочая Вы поняли Что наличие Этих самых фишек Является вашим В том числе Ключевым преимуществом Перед другими игроками На рынке И вы начали Их развивать В том числе Развивать эту тему Фишек В других проектах Расскажи Каким образом Вот это появление Фишек Оно же Рано или поздно Когда-то ты придумал Просто действие Да вот Типа Создам Впечатление Закрытого пространства Чтобы человек Мог абстрагироваться От Питера И отдохнуть Но рано или поздно Любое такое действие Там типа Именное что-то Оно превращается В структуру Ты понимаешь Что это твой Описанный пункт Это твой Ты понимаешь Что это Структурный маркетинг Ты умеешь его делать И эта структура Она просто может быть Реализована В этом проекте Так В этом так Соответственно Вот этот набор фишек Он перешел В какую-то Структуру Которую вы начали Реализовывать На других проектах Расскажи каким образом Это сработало И вообще Эти фишки Как они переросли На управление Всей командой Сегодня Слушай Прекрасный вопрос Это как раз то Что сейчас Для нас максимально актуально Мы сейчас находимся В таком режиме Перерождения Либо не знаю Реорганизации Потому что мы были Командой Про нас очень интересно Отзывались Что мы вроде секта Сначала мы Немножко были семьей Сложно назвать компанией Потом секта Потом команда И вот немножко компания И вот сейчас Мы становимся Компанией Естественно Реалии компании Абсолютно другие Должны быть стандарты Должны быть миссии Ценности Аналитики Да Все это должно быть И я бы назвал бы Вот эти фишки Сейчас нашими ценностями Каждый новый проект Будь то это стационарный проект Прошу прощения Он с этого начинается Да Он начинается с каких-то ценностей Типа А мы настолько гостеприимные Что можем всех угощать Ну не всех Но каждого Но по одному шотику А мы можем А у нас Мы тактильные Мы такие вот Милые эмоциональные Значит всех обнимаем И очень вся команда у нас Тактильная И так далее И так далее И мы Потом с течением времени Знаешь постфактум Оглядываясь Стали Как бы вычленять Вот эти наши фишки Ценности Ориентиры А вот что у нас было похожего Среди проектов С Или между нашими Какими-то ивентами отдельными И Совсем недавно Может быть полгода назад Мы описали Несколько ценностей Эль Капитас Бара Несколько ценностей Паломы Бартендерс Фэктор Согласись что Даже в проекте Который Я просто недавно занимался Этим же вопросом И Когда ты только садишься К нему Казалось бы Ты уже 8 лет занимаешься Этим бизнесом Тебе все прекрасно понятно Чем ты занимаешься Зачем ты сюда пришел Но когда у тебя стоит вопрос Что это все нужно описать В трех предложениях И ничего не забыть Сразу же язык в жопе Просто тупик Сразу же Просто тупик Потому что Я Я всегда На наших лекциях Потому что у нас есть еще один проект Бартендерс Фэктор Это наша школа И я всегда Озвучу Вот своим студентам Ребята А вы знаете вообще Кто вы Что вы делаете Чем вы круче остальных Ну я бармен Я говорю А можешь описать себя Вот этим питчем Зацепкой В одно предложение Ну любой бармен Я бармен Я люблю делать напитки И еще делаю гостей счастливыми Я говорю Ну ебать Ты рассказал просто Уникального человека То есть ты сказал Что я человек У меня есть руки-ноги Два круга кровообращения А еще я какаю Сплю и ем Ну типа Нахер ты тогда Этой индустрии нужен Если ты абсолютно заменяем Ну это не всегда Не всегда всем приятно И тогда они начинают ломать голову Блядь так А чем же я лучше Или чем я не лучше А чем я отличаюсь И они начинают понимать Что в принципе Потому что последние три года Они занимались Не своей мечтой Не своим трудом Может быть они хотят Заниматься абсентом А они решили Что вермут Это вообще модно И они хотят быть Допустим Просто Миксологами Которые где-то за кулисами Где-то в лабораториях Прорабатывают что-то А они где-то послушали лекцию От меня же Что главное Это общение и обнимашки И пошли обниматься Сами страдают в это время Но обнимаются И это очень такой Философский момент Поэтому да Как только начинаешь Анализировать А какие мы Ты начнешь Ну мы классно Типа Блядь Артем Спасибо огромное Ну мы там Мы любим коктейли делать Типа Блядь То есть ты понимаешь Что ты Который занимается Кальянами Десять лет назад И ты сейчас Два разных Не только предпринимателя Два разных Два разных человека Две разных личности полностью И мы сейчас Мне кажется Раз в год уже разные И это правильно Потому что Ну только имбецил Да Не меняет Так в этом же Суть цели Типа Это вот Либо ты цель Принял И ее корректируешь Тогда ты можешь с ней работать Либо ты цель принял И идешь к ней всю жизнь И это полный доуниз И да И через три дня После этой цели Она тебе не мила Но ты я самец Блядь Я на своих принципах Не отступлюсь И ты несчастен всю свою жизнь Да Это короче Это очень любопытно Поэтому мы Действительно И себя наблюдаем В этот период Есть вот эта фраза Любопытная Сначала ты делаешь бизнес Потом бизнес делает тебя Ты запустил производство Блядь Производство Сука Это же надо коллабы Это еще Короче Что мы сделали Мы выяснили Наши главные ценности За последние 10 лет Это экспертиза Это открытость Это гостеприимство И мы поняли Что каждый раз Когда мы что-то делаем Не только проект Но и проектную деятельность Внутри этого проекта Внутри бренда Какого-то Мы понимаем Мы сейчас гостеприимны Мы даем больше чем просят Мы слушаем человека С желанием Выслушать и понять Мы отвечаем на вопрос Не только искренне Но и откровенно А это разные вещи Откровенно это то Что ты думаешь А искренне то Что ты чувствуешь Типа нормально Мы эксперты Либо мы позавчерашками стали Вдруг случайно Рассказывая всем На этих подкастах Какие мы красавчики Да мы красавчики И кстати очень легко Можно упасть в это болото И она Эта эмоция Тебя засасывает И ты понимаешь Что я уже 4 года Рассказываю Какой я был охуенный 5 лет назад И ты понимаешь Нифига себе И у нас тоже Этот период был Поэтому Наши фишки Это наши же ориентиры Поэтому каждый раз Когда я понимаю А про что Вот этот бар А про что Этот проект А без чего Он точно не может быть Он не может быть Без Целеполагания Эта экспертиза Открытость гостеприимства Без вот этой Розы ветров Как мы в детстве Рисовали Экспертиза Открытость гостеприимства Такой треугольник И вот Мы начинаем Выставлять баллы Себе каждый месяц А что я сделал Гостеприимного На самом деле И это превратилось В систему оценки Конкретного проекта Да Это превратилось В контроль качества И ты понимаешь Что окажется Есть оффлайн точки контакта Есть онлайн точки контакта И есть взаимодействие Есть наше позиционирование И есть операционка Потом допустим Гостеприимство Это же не просто слова Мы собираемся Раз в месяц На корпоративе И я рассказываю Ребята Теперь мы все гостеприимные Мы начинаем А мы можем Иногда Нашим гостям Которые особенно выпили Вызвать такси За наш счет Потому что Для учредосов Для основателей Это гостеприимство Во-первых Нужно еще с друг другом Договориться Что такое гостеприимство Может гостеприимство Ну мы что Мы нахуй не посылаем Уже гостеприимно По-моему И вот тут начинается Самый главный Ценностный конфликт А мы С друг другом С партнерами Правильно понимаем Гостеприимство Слава богу Пока конфликтов нет Мы действительно правильно понимаем И потом Это становится Таким Горизонтальным Шестом Горизонтальной колонной На которую Нанизываются Все действия И все проекты Экспертиза Это значит Что мы отправляем Наших ребят На курсы дополнительной Какой-то там Квалификации Это значит Что мы Отправляем Какие-то гастротуры Заставляем ли мы их Или не заставляем Участвовать В каких-то Коктейльных конкурсах Потому что Экспертиза Они должны быть Экспертами И вот Как только ты Выбираешь Хотя бы Три вот этих ориентира Ты потом Отталкиваясь От этих ориентиров Начинаешь выстраивать Полностью Всю стратегию Даже не тактику А стратегию Через пять лет Мы как хотим Видеть нашу компанию Гостеприимный Значит Мы может быть Оплачивать Можем оплачивать Какие-то отпуска Какие-то больничные Не только Для наших Допустим Сотрудников Но может быть Мы настолько При исполнении Такие гостеприимные Может их там Друзья Ну настолько Конечно Это бесконечный Это можно до бесконечности И когда ты думаешь А вот я сейчас Хочу что-то новое сделать А это Это в направлении Наших ценностей Или нет Понятно Что ты можешь Прикольно По сути Те фишки Которые были Сначала Ограниченными Базовыми В рамках Одного заведения И создали структуру Которая их Просто генерирует А так и происходит Смотри Вот допустим Почему маленьких детей Нужно отдавать Во все разные Во все Различные Какие-то секции Кружки Это не значит Что я сижу Ты будешь барменом Все я вижу Будешь бутылки подбрасывать Или будешь там Красиво наливать Или ты будешь У меня биохимиком Будешь какие-то Молекулярные формулы Заново Перепридумывать Нет Ты даешь Огромный рейндж Даешь Огромную Палитру Возможных интересов И потом На основе этих интересов Слушай Оказывается Ты думал Что ты всегда математик Понятно Так пиздано танцуешь Тебе самому нравится Я вот на самом деле Знаешь батя Я не любил танцевать Но я вижу там Меня подбадривают Я оказывается Для кого-то важен Ну мне это чувство Ну самости какой-то Реализованности нравится Может быть Я и правда буду Ну как бы Заниматься танцами И уже основываясь На этом Ты уже выстраиваешь Всю свою жизнь Но не дай ты Этот рейндж Своему ребеночку Он не выбрал бы И ты бы его не заметил То же самое и в проекте Ты делаешь все Что приходит на ум Потом анализируешь Что мне было Даблевотины Вот это Даблевотина Так может быть Это не наше Может быть Мы не можем Открывать тысячу точек Там в лаваше Это не наше А насколько вы смогли Передать создание Этих фишек И участие В этом проекте Своей команде Или все-таки Пиздатиши вопрос Мой любимый вопрос Или все-таки Конечно Это все равно Всегда копия Копии Копии И первый Первый Пласт Поколенческий Когда мы работали Это было прям круто Потому что мы Правда Из одного котелка Что называется Под одним одеялом Путешествовали Потом Была Такая вот Первая поколенческая Сцепка Это новое поколение Ребят И там Тотальное Фронтменство Человекоориентированность Тоже И знаешь Как это Как это организовалось Как это запустилось Многие приходили К нам в гости Особенно К Николаю Николаевичу Он громкий Он харизматичный Он классный А его там нет Потому что мы вместе В Нью-Йорке Где-то Хаслим Внутри этого полтинника Или там еще Нас обманули Мы приходили В авторский бар Здесь Здесь должны быть Обнимашки Гостеприимство Вы же там Нам рассказывали Про открытость А тут Какие-то Просто Какие-то Щеглы бегают Что это такое Мы стали сначала Дуться Типа Какого хера Щеглы Они тоже классные Потом поняли Что мы-то знаем Что они классные Нам надо Чтобы и общественность Узнала Что они классные И поэтому Пошел Такой формат Продюсирования Вы в медиа Очень сильно делаете Акцент на всех работников Конкурсы Интервью Туда-сюда Бла-бла-бла Так как был Всего лишь один бар То тогда Это было проще И через полгода У нас уже стали Ребята Ну то есть Я говорю А вот знаете Я вот Вы наверное Ко мне пришли Ой вы знаете Вот вас Артем же зовут Да Вот можно вот этого Молодого человека попросить И я думаю Вот То что мы и хотели Я уже не нужен Потому что я для многих Ну какой-то подошел А я же подходил Без фартука Привет Типа Одна здесь отдыхаешь Какой-то мужик подошел Я хуй знает Кто это такой Я думаю Вот наконец-таки Я уже посторонний Городской сумасшедши Это вообще на самом деле Невероятное ощущение Когда ты понимаешь Что ты очень долгие годы Являешься фронтменом проекта И тащишь его Тащишь Тащишь Но рано или поздно Наступает момент Когда ты точно чувствуешь Что проект стал популярнее Чем ты И это действительно Нереальное ощущение Это супер И самое главное Что это такой интересный формат Такой лупы Для самого себя А вот ты дуешься Тебе обидно Ты ревнуешь Либо ты счастлив Это очень интересно Заглянуть в себя И честно сказать И поэтому у нас было такое Так ты дуешься или ты счастлив? Я счастлив Я счастлив Ну немножко дуешься Бля, конечно Если у вас есть вкус Конечно вы, блядь Меня не забудете Это очевидно Эй, амиго Подходи Не стой, как статуя Ты че такой дерганный? Это наша Фирменная Ежевичная Маргарита Попробуй Я б на твоем месте Поторопился Бабушка Фернандо Хоть и не выезжает из Мексики Последние 30 лет Отлично помнит время Когда жила в России Со своим третьим мужем Там она и научилась делать Эту превосходную ромовую бабу Не беси ее Попробуй этот шедевр Давай, давай Быстро, быстро, быстро Эй, друзья Рекомендуем вам попробовать Наш новый кислый лимонад с гуавой Закажите его прямо к бассейну В пул Берегись, акул Давай, давай, амиго Быстрее, быстрее Хулиган X Эль Капитер Главная коллаборация года Спрашивай У своего продавца Короче, это было первое, второе, третье поколение И мы действительно Старались все равно каскадом передавать Но безусловно Есть очень важный такой термин Ты не можешь требовать с работника то Чему ты его сам не научил Но более того Ты не можешь требовать с работника Вести себя таким образом Если ты сам ему это не демонстрируешь Поэтому это как с родителями Не учите детей Не воспитывайте детей Воспитывайте себя Они все равно будут похожи на вас И поэтому если какой-то наш управляющий Говорит, а у меня такие Они такие, какие ты Я тебя возил по всему миру Я в тебя и времени И здоровье, и сил И бабок столько вкинул Что теперь ты вот такой Поэтому ты с него спрашиваешь Как я спрашивал с тебя Но ты даже 10% столько не дал А как я могу столько дать Блять, а как я тогда мог дать Поэтому давай врывайся Keep it up, что называется И они начинают потихоньку понимать Что это их вотчина И вот, конечно, это самый главный челлендж Сделать так, чтобы То, что в моей голове В моей душе На самом деле было в душе Линейного сотрудника Конечно, там пропасть огромная Мне почти 40 Мне почти 40, ему 20 И когда я говорю Бля, мы поедем Там про нас написали Вот, в итальянском журнале Ну и чего Я лучше А тиктоки когда снимали Да, да Хотя я типа должен был Быть каким-то вроде гибким наставником Но я каждый раз в шоке Я каждый раз удивляюсь Какие мы разные Тема, новый интересный блок И интересный, немаловажный И во многом объединяющий Наш с тобой вопрос Так как мы оба трудимся И стараемся развивать Не социально-этичный бизнес Так Влияние государства На индустрию Разного рода ограничения Разного рода нововведения В рамках которых мы работаем Можешь рассказать Основные ограничения Которые есть в вашей деятельности Здесь, сегодня Как баров И основные ограничения Которые накладываются В медиа и маркетинге На алкогольные бренды Потому что ты уже С этим тоже соприкоснулся Вы уже тоже пришли К созданию своего продукта Мы про это поговорим Вопрос очень актуальный Вопрос очень сложный Вопрос постоянно развивающийся Потому что новые законы Обновления Новые регламенты Вводятся постоянно С ними нужно взаимодействовать С ними нужно синхронизироваться Для того, чтобы эффективно Продолжать свою деятельность Во многом на них нужно влиять В нашей индустрии Некоторые лидеры мнений Соединяются Объединяются Для того, чтобы выходить С какими-то инициативами На государство По тем или иным вопросам Расскажи Как государство влияет На алкогольную индустрию В отношении баров Как это корректирует Вашу деятельность И то, каким образом Она влияет на алкогольные бренды И как они вынуждены Видоизменять свой маркетинг Уходить от классики К чему-то более Ну, во-первых, да Мы запустили вообще Весь наш этот хассел Давным-давно Не думая, как я уже сказал О том, кто мы такие Как мы будем себя проявлять И вообще законно это или нет Слава богу, у нас хватило мозгов Быстренько переобуться Мы сейчас работаем полностью в белую Мы действительно Сегодня так нельзя Сегодня вам очень быстро Друзья, пожалуйста Не допускайте наших ошибок Потому что Ну, отскудаумие Все это произошло И это, наверное Та самая доля удачи Когда, в общем, сделали Хайпожорили И потом вовремя прекратили Потому что чуть-чуть Больше дерзости И, конечно, нас Как бы нахлобучили бы точно Сейчас это точно Условия труда Сейчас обязательно Думать о рекламе Закон о рекламе Алкогольная реклама Особенно Все это почти что запрещено Есть определенные лазейки Ты должен обязательно, в общем, эти все токены Скажем так, принимать во внимание Особенно, если это алкоголь Так как вообще коктейльная культура Это тоже сам по себе Этот вот зверь Этот феномен Это вообще темный лес Потому что вроде как У тебя есть алкоголь аккредитованный Алкоголь в таком направлении Известном Вот есть акцизы Есть бутылка А тут ты как будто смешиваешь А является ли ты новым алкоголем Или не является Здесь тоже очень все щекотливо Главное на самом деле Это режим работы Это условия труда Это реклама Все это соблюдать Ни в коем случае не выдумывать Что ты работаешь Не знаю, до утра В жилом доме Потому что Какие сейчас есть основные регламенты? Вообще считается Что если ты работаешь в жилом доме То это до 11 Если ты работаешь в досягаемости 100 метров Какой-то медклиники Медучреждения Тоже аккредитованного учреждения Школы там же? Да, школы и так далее У нас, слава богу С этим все в порядке И плюс Мы не очень большие Если бы мы были такие же Как Борис Зарьков И его двух-трехэтажный ресторан С гигантской посадкой Конечно Мы являлись бы Ну подозрительным элементом И желанным налогоплательщиком Да, конечно У нас чуть поменьше Это одно Самое главное Мы очень много Устраивали таких социальных Инициатив Как ни странно Потому что мы делаем Коктейльный фестиваль Санкт-Петербург Коктейл Вик скоро Просто мы сократим До коктейльной недели Мы приглашаем Администрацию города Санкт-Петербурга Поддерживать Мы как-то дружим Мы участвуем В экономическом форуме То есть в принципе Мы не закон о наливайках Помнишь, такой был раньше закон Особенно во время пандемии Мы действительно Мы кстати и расширили Вот это пространство Потому что мы не подходили По метражу По факту Что это за наливайки Слишком маленькое местечко А значит и нет Вот этих вот Санкт-Пинных норм А значит и нет Должного сервиса И того же гостеприимства И там какого-то Это закон По которому хотели Вообще все Супер маленькие В домах наливайки Закрыть Да И нас бы закрыли бы Если бы мы Не условно Докупили вот это пространство Его как-то Переформатировали И теперь мы В общем Вне подозрений Все остальные места Мы стали открывать Чуть больше Потому что не было проблем Да Личный бренд Конечно является Супер инструментом В таких условиях Когда ты ограничен По рекламе официальной Которую ты можешь делать Когда ты не можешь Нигде ничего повесить Нигде на радио Ну все классические Виды маркетинга По сути нам с тобой Недоступны И здесь Как раз таки Личный бренд Присутствие Наличие фронтмена В твоем случае Вообще трех фронтменов Это конечно Идеальный формат Продвижения Ну конечно То есть вообще Индустрия Алкоголя Коктейлей Она очень такая Немножко мутированная В нашей стране Потому что у нас 95% всей прибыли И всей оборотки Это офф трейд То есть это закрытая бутылка Это ритейл Это магазины Это супермаркеты И так далее В лучшем случае 5% вообще оборотки Если мы говорим Про весь рынок Про весь рынок В нашей стране Ну даже где-то На постсоветском пространстве Потому что это Это то же самое У нас просто Не привыкли Выпивать где-то в барах Нам кажется Потому что мы Срез такой вот Такой Социальной группы Что ну а что Бар пошел Выпил кучу ресторанов Нет Ну сам знаешь Как и что пьют люди в регионах То есть типа По кабакам ходишь Вот лучше Дома С тестем Тяпнул бы И все было бы нормально Это 95% Да Вот именно Это 95% оборотки Соответственно Вот это все Является Билбордами Является рекламой Для алкоголя Чтобы потом Можно было Вот кто смотрел 99 франков Такой фильм Тоже про рекламщиков Про маркетингов Все временно Вы Я Да И вот он стоит Смотрит на вот этот вот йогурт И выбирает тот йогурт Где на подкорке Он как-то о себе напомнил Этот йогурт То же самое С миром алкоголя Почему коктейльные бары Тоже в этом участвуют Потому что Ну так где Дешманская водка Которую ты будешь покупать На праздники А где коктейльные бары С коктейльной барой Там всегда контакт идет И бренды очень любят Сейчас уже нет Потом они выдумали Безалкогольное пиво Точно такое же Но безалкогольное Ну а любителям пива же Плевать Алкогольное Безалкогольное Они увидели знакомый образ О Пиво Андрея Надо взять Абсолютно гениальное решение 100% Потом и это запретили Теперь даже это нельзя Потому что все равно Как будто намекает На что-то алкогольное Ребята все ушли Из мейнстрима Во-первых ушли На какое-то время В ютуб Вот потом И ютуб тоже Не каждый любит Эти интеграции Каким-то образом Получать Проплаченные Потому что раньше Кого только Не посмотри Ксению Собчак Минаеву Какой-нибудь Какой-нибудь бренд Виски Какой-нибудь бренд Водки Стоял рядом И все Потом пандемия И СВО И конечно уже Эти бесконечные Маркетинговые бюджеты Они закончились Но по факту В ютубе Ты можешь еще Продолжать это интегрировать Вот Телеграм И там другие Соцсети Особенно ВК Это уже действительно Это уже довольно Щекотливо Требует отдельных Плашек Отдельных там Дополнений И так далее И так далее Как бренды Делают сейчас У них раньше был Ютуб У них было радио У них было телевидение Теперь Ютуба нет Потому что нет Такого масштаба брендов В общем только локальных Хотя у них тоже есть бабки Если что Не такие Но все равно есть Телевидение радио Под запретом Теперь Личный контакт Теперь те самые Опинин лидеры Причем это как нано Так и микро инфлюенсеры Ребят которые Которые обращаются На многомиллионную аудиторию Обычно никто так Трепетно не воспринимает Потому что Сначала чипсы Потом алкоголь Потом подгузники Потом шоколадка Ты понимаешь Что это просто Кладбище брендов И ты вообще не хочешь Это слушать Ты не веришь Ты знаешь Что эти улыбки Я сегодня без этого Не могу проснуться А там Говно кофе Три в одном Да И ты понимаешь Ну блин Это же Ребята Это комон уже Понятно что ты И твой уровень жизни Ну не говорит о том Что это твой любимый продукт А вот Нано и микро инфлюенсеры Условно Вот я вот Нано инфлюенсер У меня там 12 тысяч человек Или 13 в инстаграме Чем отличается нано от микро Нано это у кого Какая-то Есть весомая аудитория Не наоборот Нано это 15 Типа до 15 тысяч Микро до 50 тысяч И там дальше Вот По факту Это очень нишевые ребята Которые Допустим Вот ты В своей индустрии Опинен лидер К тебе прислушиваются И если вдруг ты говоришь А я рекомендую вам Блин Вот эту говядину Ну то есть Совсем не про тебя Как бы да И ты понимаешь Ну значит Значит пиздец какая классная Потому что Он же не мунштуки Ну по другому не сказал бы Да Я 10 лет его знаю Да Вот типа ну Он же не мунштуки рекламирует Он же не чаши Для кальянов Он действительно что-то Ему не характерно И значит на него Супер произвело впечатление И вот ищет Вот таких вот нишевых Нано инфлюенсеров И от них выхлоп гораздо больше Соответственно Это вот эти вот Даже это не блогеры Вот это очень важно Потому что блогеры Живут тем Что они рекламируют Все подряд По факту А вот какие-то инфлюенсеры Внутри какой-то ниши Потом Есть еще Личное взаимодействие С точками Любой бренд Он анализирует Победу над точкой Над баром По трем пунктам Первое Это листинг в меню Это упоминание Отдельная позиция Отдельная позиция Если это коктейльные бары Здесь еще есть нюанс Эта позиция прописана В описании коктейля В ингредиентности Допустим Водка Целовальник И еще вот это Вот это И у тебя начинают Спрашивать А что за целовальник Какое-то странное название Я начинаю Ну спасибо ты, дорогой мой Что спросил Сейчас Пиздец Сейчас у тебя будет лекция Вообще И очень любят Ребята Бренды Вот прописывать Ингредиенты Второй Скажем такой Анализ Такая аналитика Победил ли я точку Это визибилити И мультифейсинг Есть ли какие-то бренды Есть ли какой-то неон Ну тут тоже нужно Не переборщить Потому что Ты сам был в тех местах Где на тебя бросается Эта брендовость И ты понимаешь Ну видимо Кто-то бабок проплатил Надо давать ощущение Не бабок проплатили А просто барменеджер Или ресторатор Просто уважать Более тонко действовать Да-да-да И третий Это на самом деле Рекомендация сотрудника Это вообще топ Потому что Если сотрудник Даже в фартуке Целовальник Везде целовальник Все в целовальке Все в синих тонах А сотрудник Обиделся на Артема И говорит Я белугу люблю Целовальник Куйня на самом деле Все Все твои миллионы Которые ты вбухивал Потому что ты поссорился С человеком Он работает у тебя Третью неделю К примеру И он говорит Это не то И поэтому Самая глючная операционка Это всегда богатый Внутренний мир сотрудника Она всегда глючит Эта операционная программа И с ней постоянно Нужно работать С ней постоянно Нужно работать То же самое То же самое И наша коллаба И я хочу Чтобы у нас был гест Я хочу Чтобы мы делали Эти коктейли Чтобы наши ребята Попробовали Потому что Мы с тобой уедем А им работать С этими коктейлями С этими вкусами С этим табаком Поэтому я настоял На тем Чтобы поучить Пообучать Обязательно И главное Что они даже могут Относиться Не то чтобы там прохладно Но допустим Спокойно Без невероятного Фанатичного придыхания И никто это придыхание Кроме нас с тобой Им не создал Я долгое время Не мог поверить Ну типа Ну я же так влюблен Хулишь ты-то не влюблен А он смотрит Арсен Викторович Ну не влюблен Типа Я в другое влюблен Я прям злился на это Да типа Ну как так Надо просто Ссаться кипятком От того Какой у нас классный продукт Ну классный у вас Классный Для меня норм И я там Ааааа норм Это же топчик А не норм И в итоге Конечно их нужно Мотивировать Как-то В хорошем смысле Как-то их вдохновлять И они тогда Станут самыми лучшими Твоими уже Не по принуждению Амбассадорами Не за оклад Они будут Твоими Это очень важно Поэтому вот сейчас Алкогольные бренды Конечно ушли В персональный контакт В адвокате Так называемое Адвокатство И очень важно Помнить что Топовые крутые бренды Которые не растеряли Еще своих Классных сотрудников До Тех которые были До пандемии Или там До СВО Или переманили Они понимают Что не надо Бегать по городам И весям И рассказывать Это водка Целовальник Лечит рак Это замечательно Это круто Надо наоборот Давать то Что люди жаждут То есть допустим А в реале Если он еще может Это своими словами Сказать Положив на свой опыт Чтобы это было Настоящее Это самое важное Я приезжаю Допустим Когда в Краснодар И вместе с нашими ребятами Читаю лекцию По тайм менеджменту По позиционированию По личному бренду По маркингу По финансовой грамотности По то Как просить денег у инвесторов И все это на фоне Целовальника Типа И тогда люди чувствуют Что это хотя бы им полезно А так Я два часа рассказываю Такой Коктейль Это уже не работает Это товароведение Это не лекция Это не адвокатство Поэтому у бренда сейчас Если это умные Дальновидные бренды Они пытаются Укреплять Такие эмоциональные связи И пытаются Налаживать партнерство Типа А что тебе надо И все это Так называемый Тейлор-мейд Подход То есть индивидуальный Где-то обучить Где-то приодеть Где-то не напрягая Поучаствовать И это очень важно Потому что долгое время Это были разные баррикады Бартендеры Ненавидели бренды Потому что брендам Нужны только проливы Только бабки И вообще поставьте Везде неоны А региональные Представители брендов Типа Да что же вы постоянно Выебываетесь Ну вот я привез вам Какие-то эти Ну костеры Не знаю Пластиковые спилстоп Ну поставьте Повесь и все А он же творец Они друг друга не понимают Эти творцы Вообще один в один просто А эти продажники И продажники говорят Ну что ты выебываешься Ну даже конвертик Я тебе принес Ну повесь ты Какой-нибудь неон Говорит Я не могу неон У меня концептуальный бар У меня мексиканский бар А ты мне рассказываешь Про шотландские виски Ну повесь Ну что Ну это ты будешь Гостям своим рассказывать Ну что ты там Так далее А если бы они Друг друга просто услышали Одни набрали смелости И сказали Я повешу Ну сделайте мне Допустим Классную передевалку Вот мне нужно в баре Пускай там будет все Или пледы какие Или пледы Классные Но только свои Классные Чтобы там был Или капитас Кабрейдинг Да И целовальник Чтобы я чувствовал Что я особенный Дай мне особенность какую-то Эти не хотят слушать Бренд репрезентатив А эти не хотят говорить И вот нужен такой рефери Который скажет Значит так Что тебе надо Да мне нужно просто На коктейльную неделю Поехать Из Краснодара Приехать Я вот троих свожу Ты дебил Ты можешь это оплатить Да конечно Мне даже проще чем Ну вот и оплати А они поставят Какой-нибудь неон Тебе там На барную станцию А что так можно было бы Да да И кто первый начинает заниматься В таких закрытых индустриях Тот более успешными становится Абсолютно Давай повторим хронологию Сначала появляется Эль Капитас Потом еще ряд баров Вы растете Развиваетесь Вы организовываете фестиваль У вас появляются свои курсы Команда растет И вот вы Приходите к созданию Собственного продукта Так Каким образом На херам? Соловальник Да Зачем? Структурно как это работает Почему? Потому что Почему спрашиваю Потому что это опять Похоже на то чем занимаемся мы Да У нас тоже нет своего производства Да На каком сейчас Это находится этапе Какие у этого цели И Можно ли говорить о том Что производство продукта Сейчас Уже соизмеримо Приносит денег С остальными направлениями Давай поподробнее И по порядку Первое Да Сначала был Капитас Потом как ни странно Была школа Потому что я учитель по образованию Плюс болтуны Это вот гостеприимство Открытость про меня Я хочу всех обучать Чтобы были люди Такие Какие-то там Образованные Классные Вообще быстрее Выше Сильнее И я хочу чувствовать Свою нужность Этому миру Я без этого не счастен Я хочу понимать Что я сделал что-то Не красивое даже А полезное Для меня В этом звучит красота Поэтому были Партенеры с Фактори Наши курсы Отдельный бизнес Потом правда Было много проектов Мы об этом задумались Наверное лет 5 назад Еще там до пандемии А прикольно Было бы что-нибудь Сделать свое Почему мы стали думать Потому что мы Действительно Как рассказывают Про наш Поздний Советский Союз И раннюю Там допустим Новую Россию Все сели на нефтяную иглу Вот мы сели на нефтяную иглу Бюджетирование Алкогольных компаний Так как я давным-давно Выяснил Что нужно общаться Не с местными Локальными представителями А допустим С федеральными И даже глобальными Поэтому во всех поездках Я притаскивал Коммерческие предложения По бару Топовым менеджером В топовых Этих вот Самых офисах Лондона Нью-Йорка Сингапура За это Меня очень многие Не любили Во-первых в Питере Во-вторых в Москве Потому что я Аж через две головы Прикнул И поэтому У нас было много Бюджетирования Много классного Партнерства И вообще Денег было достаточно Каким образом Бренды раньше работали Либо они тебе дают Что-нибудь по скидке Какие-то Алкогольные Продукции Либо вообще Бесплатно Либо дают Маркетинговые бюджеты Какие-то деньги Что-то еще Либо Сами оплачивают Там поездки Короче Ты можешь сэкономить О каких суммах В месяц идет речь Сколько вот Эль Капитес Бар Мог на пике Такого бюджета Получить в месяц Много Давай так Пару миллионов Ну давай Чуть меньше Но в месяц Да Просто это все Знаешь Это все Размазывалось На разные активности То есть не просто Вот тебе приносят Чемодан Ну не понятно Ты должен отработать И чем лучше сделал Потом у тебя постоплата Ты все равно Эту постоплату Начинаешь там Как-то выгрызать И говоришь Ну заполните еще Рабочий процесс Все еще И ты понимаешь Что вроде Вот вроде Ты посчитал себе Через 3 месяца Сейчас будет Не знаю Лям А он будет Через полтора года А ты сам знаешь Что для предпринимателя Дайте сейчас Ну хотя бы 200 Чем через полтора года Но миллион Потому что Ну деньги нужны Чтобы их оборачивать В общем Потом мы поняли Что слишком много Мы зависим Слишком это опасно И стали думать Давай попробуем Чтобы у нас Хотя бы был Свой какой-то проект Направлен на свой продукт Вы тоже варили Думали И тоже примерно В районе коронавируса Поняли что надо Максимально шевелиться Да Это точно Плюс знаешь в чем прикол Ну мы очень похожи Да И это классно Потому что Мы поняли Что мы во-первых Хотим действительно Продолжать Работать над нашим мерчом У нас первый проект Который был до Капитоса Это бренд Фартуков Барной специализированной одежды Не только Мистер Мурка Да И это действительно Был крутой бренд Он сейчас является Крутым брендом Он уже популяризирован Давно-давно По всему миру Есть и точки И там Рынок сбыта И мы стали дарить Эти фартуки А потом поняли Что если этот мерч хороший То фартуки Не покупают На следующий месяц Или даже через год Через три Они работают И они крутые И поэтому получается Что как будто У тебя есть конечный рынок Ты вот 10 тысяч К примеру Бартендеров окучил И сидишь ждешь Понятно что есть заказы И так далее Потом мы поняли Что нужен какой-то Такой мерч Который заканчивается И мерч Тут нужно было выбрать Либо это говнофутболки Как вот ты Не знаю Купишь там Заре Вот Или там Где-то еще Вот поносил сезон Основная масса брендов Да-да-да Футболки и все И типа Это нормально Мы поняли Что не хотим футболки Хотим чтобы И заканчивался Чтобы к нам снова Возвращались И было достойно И мы стали Писать этот список А что заканчивается Но не зашкварно Не знаю Распространять Какие-то Инструментарии Для работы Либо ингредиенты Мы думали Ой ингредиенты Что Раньше можно было Продавать какие-то Засушенные апельсинки На гарнише На украшения Вроде красиво упаковал Все Они заканчиваются Снова Потом стали думать Что еще Может какие-то Какие-то может быть Стрейнеры Наш инвентарь Тоже если он хороший Ты не будешь Каждый день Стрейнером его покупать Еще Самое примитивное Так вот же алкоголь Чем не мерч Просто Всегда это было Знаешь Вот мы сделали Свой негрони Так вот подпольно Разлили И вот тебе подарок Но это же Лимиточка Да Это же не Не продукт Уже В разряд Как бы В разрезе официоза Там нет никаких Акцизов Ничего этого нет Подумали Надо попробовать Тупее Ничего нельзя было Придумать Как в водочной Стране Запуститься В общем С водки Да начать Это аутсорсинговый проект Это только СТМ Это так называемая Собственная торговая марка Мы объехали Очень много ЛВЗ Это ликеро-водочные заводы Там не производят спирт Потому что Спирт Вот эти спиртовые заводы Можешь достать Показать Да конечно Ребята О Как удачно Они прямо здесь Ой Ничего себе Ой Ничего себе Ну прям Прям вот Удача Действительно Смотри Что мы сделали Мы поняли Что сам спирт Производить мы не будем И не можем Потому что Это госаккредитация Это вообще госпрограмма И так далее И так далее Мы Да Мы Стали путешествовать По ЛВЗ Ликеро-водочным заводом И общаться С технологами С гендирами С менеджерами С основателями Мол А давайте Вы для нас Сделайте что-то Естественно Они послали нас нахер Абсолютно Потому что Ну у нас Объем такой Ну тысяча бутылок надо А Дешманский продукт В России Особенно водка Производится там Не знаю Миллион бутылок В неделю А тут тысяча И зачем ради вас Менять производство Как-то Подкручивать Вот этот вот Ботлин лайн Вот это все Потому что Ну мы просто подростки Которые решили Фантики поиграть для них Потом мы стали Настоятельные Убеждать Что мы классные Вот наши там Регалии Бла-бла-бла Пожалуйста Вы сами пропушите себя Говорят Чувак Мы 60 лет Производим дешманскую водку У нас не бывает Ни секунды простоя У нас миллиардные обороты Ну зачем ты нам нужен Чтобы что Чтобы у нас Было еще больше Этой водки Да Расхожей У нас и так Мощностей не хватает И это кстати интересно Потому что И ты приходишь Ну классно же будет Он говорит Чувак Тебе будет классно А нам нет смысла В итоге мы нашли Это более Продукт Он и ритейловый И хориковый Сначала Он и такой И такой Но сначала Мы естественно Стали заходить Через ритейл Вот по структуре Вот этих вот Алкогольных компаний Потому что И я Игорь работал Долгое время там Сначала нужно Использовать хорику Как витрину А так как у нас Есть уже Намоленный Социальный капитал Там Хоть какой-то Бэкграунд Иногда Рэперы на западе Называют это Сцесс Стрит кредибилити То есть типа Уважуха На улице И вот поставьте 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 И мы начали Удивляться Что оказывается У нас есть Много Ну дружественных Ребят Причем не только Бартендеров Есть там Кофейные ребята Есть сомелье Есть особенно Шефы Которые В крутых ресторанах Они Ничуть не меньше Уважением Обладают Чем управленцы Либо рестораторы То есть И мы понимаем Что оказывается Вот там может быть Короче мы нашли Производство Это город Кашин Под Тверью Шикарная Шикарная вода Потому что Очень многие забывают Что водка Это в принципе Этанол ректификат Плюс вода То есть спирт Не так сложно найти А вот воду хорошую Очень Очень удачно И классно В общем Мы нашли там Хорошую воду Стали делать Потом поняли Что нам нужен Еще и джин И кофейный эликсир Это вот отдельный Такой вот Универсальный солдат Наш отдельный бренд Под названием Целовальник Потом мы стали Развивать еще Направление Апсента Для нашего нового Проекта Knowledge Us Bar И сейчас мы ждем Уже полтора года Мы готовим это Текила и мискаль То есть наш профильный продукт В Мексике Долгое время мы летали Пробовали И вот сейчас Прямо вот-вот Он должен прийти Я жду следующий тур По городам страны Чтобы Эль Капитас Плюс наш новый мискаль Вот если хотите Полностью окунуться В это самое гостеприимство Плюс еще и продуктовое То пожалуйста Вот заказывайте Слушай Ну собственно Я вообще Категорически поздравляю Спасибо Саша Спасибо И вот собственный Массовый продукт Продукт конечный Который заканчивается За которым потом Еще должен прийти человек Это на самом деле Очень большой Очень интересный шаг Шаг Подразумевающий в себе Колоссальное количество Новых открытий Новой работы Другого подхода Потому что массовый продукт Это конечно Не лицом поторговать Да Да Очень серьезная история Вы сегодня уже Зарабатываете На своем продукте Больше чем На барных историях Нет Сегодня нет И это хорошо На самом деле Иначе мы бы Не достроив Полноценный Вот этот вот Уклад В компании Мы бы Как обычно Потому что Внимание там где деньги А деньги там где внимание Как только бы он выстроил Мы бы бросили все наши бары И побежали бы За этой морковкой Столкнулись ли вы уже сейчас С вопросом Того что Новый обособленный продукт При наличии Большого количества Обособленных проектов Которые тоже нужно вести За которыми нужно следить Казалось бы По хорошему Новый продукт Это новая команда У нас так и получилось Да Так и делаешь У нас сейчас Занимается Целовальником И нашей алкогольной компанией Под названием Следуй за кроликами Потому что мы решили Поделить Эту компанию На такую Очень авторскую Крутую Производственную часть Где мы сами Производим И есть дистрибьюторская часть Где мы Закупаем Перепродаем Занимаемся логистикой И так далее И вот сейчас В 25 году Я буду переходить Потому что у меня есть Свой оффер Я являюсь маркетинг-партнером В нашей ресторанной группе Я хотел бы Это все отправить Нашей Кате И фарварднуть Сам себя Опять же В нашу алкогольную компанию Чтобы заниматься этим Один из последних вопросов Актуальный Для огромного количества Предпринимателей В стране Как начинающих бизнес Так уже ведущих Кейс С тремя Сео Кейс С тремя партнерами Это Не всегда хорошо Основная масса людей Да Основная масса людей Когда про это узнает Или услышит Она представит себе Плохие версии Таких кейсов Да И таких Примеров Куча у каждого Расскажи про Вашу историю Про то Каким образом Может быть Какие-то У тебя есть рекомендации Или какие-то Пути Секретики Успеха Как Собрать Трех Абсолютно разных Людей В Единое направление Чтобы это единое направление Оно было целостное Чтобы оно не пересекалось Чтобы не получился Вот этот лебедь Рак Щука Который Как правило Получается В таких случаях Как вам это удалось Какие принципы Вы смогли внедрить В эту коммуникацию Между собой Выстраивание стратегии Как у вас это получилось Слушай Партнерство Это самый актуальный С одной стороны Наболевший А с другой стороны И приятнейший вопрос Потому что Слава богу У нас партнеры Приятные друг другу Мы из одного бэкграунда Мы все из регионов Мы одного возраста Мы на одних Не знаю Фильмах Книгах Сериалах Если уж там Они были Росли И мы в принципе С одним чувством юмора На своих Как мне кажется Ценностях Это нам Очень помогло В начале Потому что В начале Зачем люди вообще Ищут партнерство Либо от лени Либо от страха Ну скорее всего От страха Потому что Мне страшно начинать Давай бояться вместе Вместе уже не страшно И никто Не анализирует Слушай А ты вот сидишь тут Саня Барт Ты мне предложил Вместе открыть А у тебя какие компетенции Случайно А вот список компетенций Ведь через 7 лет Нам понадобится Вот это Вот это Ну кто об этом думает Типа Тебе кальяна нравится Мне кальяна нравится Давай кальянную откроем Ну это Кажется что это абсурд 99% партнерств Начинаются только так И так же заканчиваются И так же и заканчиваются Потому что выясняется Что в принципе Вот это вот Маяковского Что такое хорошо Что такое плохо Потом Потом выясняется Что это 10 тысяч рублей Пополам делится Нормально А миллион уже не делится Потому что когда есть что делить Так ты же нихуя не делал Ты что сам не помнишь Делал то все я Это ты делал Да без меня Тогда Эту печать Кто достал Если моя тетя бы Тому кому надо Не позвонил бы И все И ты начинаешь Друг друга обвинять Естественно под фактом Ты король И один и другой Поэтому Нам повезло Что первые 3 года Мы настолько выживали Это вот по такой Системе Спиральной динамики Грейса Есть вот эти вот Там красные организации Синие Бирюзовые Вот первая организация Первый цвет организации Это выживание То есть И мы буквально выживали Потому что я На этом столе Спал первые полгода Не было бабла Что вообще Квартиру здесь снять То есть это было печально И поэтому там Не до дележа власти И не до полномочий Кто хоть что-то Мог сделать полезного Тот и делал Так как я был Самый болтун И плюс я писал Без ошибок Сразу я стал Маркетологом Это то есть Чтоб ты понимал Я за месяц До открытия Элькапита Зарегистрировал Инстаграм Типа ты у нас Ну делай Я почему-то решил Что чем длиннее текст И тем лучше Ну это очевидно А чем больше Текстов в день Тем тоже лучше У меня было По 10 постов в день У меня там Такие опусы были Ну короче Пиздец полный И мы потихоньку Потихоньку выясняли Коля отвечал За гостеприимство Потому что он И есть гостеприимство Игорь отвечал За напитки За производство За закупки Это было просто Интуитивное деление Потом когда стали Появляться у нас сотрудники Мы стали делать Все вместе Это действительно Было Такое Троевластие даже Здоровая синергия С одной стороны Для нас да Для сотрудников Типа Так кого из вас слушать Потому что Все же бартендеры Все же знают Как лучше И хочется делать Всем коктейли Но мне надо делать Допустим Пресс-релизы Встречи с журналюгами Посты И вообще Какие-то еще Тексты А хочется делать Коктейли Но это я тоже люблю Но коктейли больше люблю И все любят коктейли Но никто не любит В общем Работать По специальности Нам Только что Придуманные специальности Нам очень повезло Как-то однажды Мы выяснили Что нам каждому Нравилось Делать напитки И мы Наряжаемся Перед сменой Каждый В какой-то Образ бартендера Потому что у нас По часовой стрелке Мы всегда меняли Наши должности То есть В среду Ты делаешь напитки В четверг Допустим Ты Ты выходишь в зал В пятницу Ты встречаешь гостей В субботу Ты отвечаешь На Короче Были максимально равны Максимально универсальны И на самом деле У нас до сих пор Сейчас У нас нет делений Ты официант Ты менеджер Ты хост Ты коктейльмейстер Каждый меняет Потому что каждый Может сказать об этом месте Все Потому что он и есть все Это очень важно И до сих пор Такая же система У нас нет менеджеров У нас все Бартендеры Дословно Это заведующие Барным хозяйством Это очень важно И мы сначала Конечно Выживали Не думая Потом стали делить Какие-то полномочия А так как мы не знали Что это за должность Такая Мы друг другу И не платили ничего Типа Ну Какие-то чаевые Сами себе делили И все Так происходило Очень долгое время И вот сейчас Последние два года Мы выстраиваем Прямо долгое время У нас уже несколько Проектов было Мы все равно Ебланством каким-то Занимались Но это была такая Эмоция студенческой Самодеятельности Это было классно Это называется Южношеский максимализм Да Я поэтому на самом деле Очень скучаю Потому что я вот человек Про такое сообщество Про единение Про командность Мы Видишь я там Недавно я был кстати Удостоен чести Называться Барной иконой индустрии В нашей стране И вот мне даже Не очень уютно Об этом говорить Потому что А вот команда Это типа круто Вот такой вот мой психотип Короче за последние два года Мы стали разбирать должности Если есть должности Значит есть job description Значит есть функции Значит есть задачи Значит есть оклад Какая-то оценка А как можно себя Осметить как бы Да А кто кого проверяет Это Это целый год ругани почти был Поэтому вот Кто кого проверяет Я Игорь или Игорь меня А если мы вместе А вместе это как Я вот был довольно говнистым Молодым человеком Я помню Подходил к отцу И говорю А можно мне На дискотеку Он говорит Нельзя Я подхожу к маме Вот я тебя так люблю Вот отец запретил Как бы я хотел Чтобы у нас все-таки Было с тобой единение Вот все-таки Ты же Отец все-таки Проштрафился Может ты меня отпустишь Блядь Отец сказал Нельзя Значит точно Иди То есть Занимался Вообще Посудством полным Наши ребята Занимались тем же Самым постоянно Поэтому двоевластие Это абсурд И вот только недавно Мы начали Устаканивать Эту структуру То есть У нас есть Четыре партнера Три И наш Теперь новый инвестор Потому что мы стали Уже приглашать инвесторов У этих партнеров Есть гендир Сео Это Игорь У этого У этого Гендира Есть напарник В В должности Маркетинг партнер Это я Раньше я был Маркетинг директором Который был внутри И здесь было Ну просто Пропасть Была пропасть Была такая дихотомия С одной стороны Я как партнер Накидывал Игорю Задание Условно А Игорь Как сео Накидывал маркетинг директору Тоже задание И когда Маркетинг директору Что-то не нравилось Он быстро превращался В партнер Который хуй ты мне предъявляешь Ты лучше занимайся своей работой И так был год Как это твой Учих Длительными разговорами Неприятными Психотерапией С партнерскими сессиями С Дмитрием Грицом Сейчас мы Выстроили систему В которой я занимаюсь Консультационной Такой маркетинг функцией Сео Игорь У него есть Операционный директор У операционного директора Уже есть Есть Бар Экспертиза Кухня Экспертиза Маркетинг И управляющий Это сейчас я только Про ресторанную группу говорю Соответственно Сейчас у нас Режим полупроводника Ко мне маркетинг Обращается за советом Классный ли это стиль Подходит ли это Наши айдентики Какая стратегия И так далее Все что связано с маркетингом Это мое финальное решение И я говорю Нет или да Раньше я придумывал за всех Теперь мы договорились Нет готовым решением И я А ты как думаешь Как лучше бы здесь сделать Это тяжело Потому что Это тоже целый большой процесс К этому прийти Это очень тяжело Да Принять то Что Ну пусть не так хорошо Как сделаешь Ты Но должны сделать Сами Для меня это пытка Просто Я могу сказать Этот цикл Этот цикл Еще и кратно В 10 раз Может быть длиннее Чем просто сказать решение Ну вот сейчас Мы как раз Мы беседовали с Катей Вот она Наш теперь Новоиспеченный Маркетинг директор По По оперейшену Его тоже Чего мы так долго делаем Ну вот делаем Ну она Она делает Очень много Она проводит колоссальную работу Ну вот Как говорят Настоящие мудрые наставники Делегируешь терпи Но я больше терпеть не могу И надо терпеть Еще в 10 раз больше Да Но в любом случае Друзья Про партнерство Если вдруг оно у вас есть Или если вдруг оно у вас Вот-вот должно случиться Договаривайтесь Обо всем на берегу Распределяйте Распределяйте И распределяйте Я рекомендую Во-первых Тут нужно понять Зачем тебе партнерство Это очень важно Есть 4 категории партнерства По инвестициям Я долбабок Я партнер Я инвестую Вот Очень важный момент Если нас будут смотреть Молодые предприниматели Тот человек Который приходит к вам И говорит Я ни во что не буду лезть И дам только денег Если он Как последняя паскуда Не задает вам Ежесекундно вопросы О деньгах О потерях О рисках О преимуществах Просто задалбливает вас Этими Такими вот Циничными вопросами Знаете Рядом с вами Творец и креативщик Он вас заебет Он придет Скажет Я тут тарелки нашел Вот еще музыка И так далее Хотя начиналось Я не буду лезть Все будет только Как ты скажешь Только хочу поучаствовать Деньгами Любой кто хочет Поучаствовать только Деньгами Он будет говорить Только о деньгах И нам такие нужны Если вам нужны Только партнеры По инвестициям Потом есть партнеры По социальному капиталу Это допустим Собчак Купинского Классный У него там есть Прописанные Инстаграм посты Какие-то ивенты И так далее Он говорит Да тебе там 5% Фотоборотки В течение следующего года Или там 1% А ты говоришь О это что же партнерство Партнерство Есть партнер по мотивации Это вообще Непонятно что за зверь Все те кто считают Что они партнеры по мотивации Обычно ни хера не делают Но ты же не убедишь Что ты ни хера никого не намотивировал Это я не намотивировал Смотри как все работает А меня бы не было Не работало И ты даже доказать обратное не можешь Потому что Очевидно же Что наверное работает И последний Самый актуальный Партнерство Это по компетенциям Это действительно партнер Который обладает Управленческими компетенциями Не знаю Экспертиза И так далее И так далее И главное Договориться Это очень тяжело Потому что ты начал С вместе С нуля И вот Убирали вот этот капитас И терли все А теперь вот нужно договориться Это Это только через терапию Может даже семейную Потому что это все равно Партнерство Очень похоже на Семейный формат взаимоотношений Это бизнес партнерство Это специалисты посторонние И вот Выписывать Чем ты хочешь заниматься Я хочу власти Многие не знают Что они хотят власти Они не хотят результата Они хотят прийти и сказать Значит так Бля Ты уволен А зачем ты его уволил Да я что-то не знаю Хотел просто его проучить А зачем ты хотел проучить Он меня вот Ну как бы Не так на меня посмотрел То есть Это Это грузчик Который работает На тебя И таскает Твои рулоны Туалетной бумаги Чтобы гости Попку вытирали И все это работает Для того чтобы тебе Чтобы тебе заработать денег Тебе этого недостаточно Тебе нужно было Чтобы они там Кланились И человек понимает Как это абсурдно Это звучит Он говорит Прям походу да Говорит давай Может быть картины твои Везде развешаем И просто будем Ну Ну молебны Чтобы ты просто не лез И это на самом деле Откровение Потому что человек Не понимает Зачем он влез Он сам не может себе ответить И только специалисты Могут помочь Поэтому партнерство Это увлекательнейший Аттракцион Увлекательнейший Но лучше всего Дать возможность Финального решения Если человек Отвечает за финальное решение За результат Значит и процесс Он должен контролировать Я прибегаю И говорю Музыка будет другая У нас другая форма У нас другие часы работы В капитах Запускаем завтраки И потом В конце месяца Я прихожу к человеку Который должен давать мне Денежка в клюве Он говорит Что так мало Только ты пришел Все перелопатил Вот хуйня какая-то И вот это Нужно четко решить Если он отвечает За результат Но при этом Когда ты четко решил И когда ты разобрался Это невероятный профит Можешь принести Твоему бизнесу Так только так И надо работать Просто это Вот опять же Сначала ты делаешь бизнес Потом бизнес делает тебя Вот Игорь пошел Сколково на управление Я пойду в августе На На самопознание То есть Твоя миссия Чем ты хорош На Бали поедешь Ну Я вот надеюсь Что нет Потому что в итоге Все говорят Блядь там все Ты конечно уже Я поток Я река И пошло-поехало Надеюсь что нет Вообще На самом деле Очень круто пообщались И на этот вопрос И в целом Круто пообщались Давай заканчивать Попрошу тебя Порекомендовать Каких-нибудь Пару Может быть Фильмов Про барную индустрию Для того чтобы Игорь посмотреть Могли И пару коктейлей Которые Может быть Не очевидные Но которые интересно Было бы попробовать Слушай Фильмы Я наверное В том Уже Формате Вернее на том Этапе развития Когда я уже Наверное Дед консерватор Поэтому Очень хотелось Я поэтому и спрашиваю Да Поэтому По По пенсионерски Я назову Легендарные фильмы Которые Точно повлияли На становление Массовой Коктейльной Поп-культуры Назовем так Это Касабланка Не помню Какой год По-моему 43-й Может быть год И это Прям супер Там очень много Коктейльных Описаний Там очень много Традиций Это Северная Африка Это Естественно Марокко Это такой перевалочный Пункт Для всех тех Кто хочет Свинтить Из Окупированной Европы Фашистами Куда-то там В Новый Свет И вот они ждут Этих Виз своих Чтобы можно было улететь И там вся движуха В общем Разворачивается Очень прикольно И все это на фоне Крутого Американского Кафе Урика Как там И топер Лучший друг Владельца И бартендер Русский Бартендер Кстати Саша Играет Он там И по-русски Рассказывает Какой классный Мужчина Вот это Потом есть The Thin Man Такой сериал Тоже Черно-белый Переводится Утонченный человек Там Два владельца Тоже кафе Ника Нора Супруга и супруга И они бухают Там на пропалую То есть там Приходит она На свиданку Говорит А ты что Это мой шестой Драймартини Значит давайте шесть Чтобы я догнал С этого супруга И мы могли нормально По душам поговорить И там много приколов Потому что любой коктейль Он без бэкграунда Непонятен Почему там коктейль Френч 75 Почему там маргарита И как только ты понимаешь Контекст Ты понимаешь Как оказывается Хитро придумать Сразу такой Объем наращиваешь Сразу Сразу эффект Такого восприятия Как будто у тебя Ну ты вот Не знаю После ковида Ты сразу излечился У тебя ароматы Звуки При этом Эффект можешь получить Еще до того Как ты вообще соприкоснулся По него Попробовал Ну это мифотворчество Мы живем Мифотворчеством Люди Ну люди Берут в кредит Деньги Чтобы купить Какую-нибудь сумку Дорогую Ну девочки То есть Потому что Она для них Ну она просто Свет в окон Они это обожают Для них Это целый мир Ну мы посмотрим Пиздец какой-то А вот они кайфуют То же самое с коктейлями А мы там Не знаю Машины себе меняем Что девчонки Надо смотреть Думать Ну это просто ебанько Зачем это надо Вот Какие коктейли Посоветишь Коктейли Я точно советую Попробовать Вкусную маргариту Понятно Что это избитая тема Но Домашний вариант Маргариты Купите Бытовой блендер Маленький Не вот который Такой большой Из чаши Но есть маленький И он прям Он у нас Используется В Тальгетелло Кафе В Сангер Фреско Он на подзарядке Для домашнего бара Обязательно Текила Обязательно Апельсиновый Сухой ликер Французский Куантро Либо любой другой Но Куантро Классный И допустим Сок Лайма Свежего Вот так вот Вы выдавливаете Во-первых Процессуальность Классная То есть Кто любит готовить С одной стороны Это продолжение готовки Кто не любит Тут вроде как Готовят А вроде как Напиточек Вообще Домашняя барная Миксология Это классно Развивающаяся история Это ты что Особенно в начале 20 века Многие ювелирные дома И Тиффани И этот Велеруа и Бог Вот эти вот ребята Они выпускали Специальные Серебряные шейкера Какие-то смесительные бокалы То есть Если полистать Допустим Там винтаж Какой-нибудь Бартулс Это просто космос Я когда еще в Пскове жил Я коллекционировал Там В виде вот этих вот Запелин Это как называется По-русски Запелин Короче Ну знаю Такой Продолговатый На огурец Похоже Который летает Нет Дирижабль Дирижабль Вот Дирижабль В виде дирижаблей В виде каких-то петухов В виде собак В виде еще что-то Все это шейкера Продавали огромными Такими наборами Это было И сегодня Этот средств Индустрии Он тоже существует Дома люди делают коктейли Дома люди делают коктейли Просто у нас Теперь Те кто знают О существовании коктейлей Все-таки такой пласт Они пойдут лучше в кабак Да В какой-то Но если ты дорос до того Что у тебя есть Может быть Свой личный бар Не Вот эта Покореженная досочка Для Для огурцов И ты там режешь шлайм А свой собственный бар Где-нибудь в подвале Твоего загородного дома Там есть бары И там есть крутые ингредиенты Там есть Вот этот инструментарий И так далее Короче Классическую маргариту Для дома Потом обязательно Попробуйте Мне очень нравится Коктейль Мартинес В такой вот ответ Как бы негрони Хотя он был гораздо раньше Тоже джин Тоже вермут Тоже там биттер Очень вкусный коктейль Короче негрони Только глубже И как бы Софистикейт То есть как бы Утонченнее И круче Вот Это такой И скрипыша Ну и стиром Наверное Драй мартини Это самый Цитируемый коктейль Огромное количество Вариаций от Монгомери Мартини До Черчилля Мартини Вплоть до того Что ты просто Выливаешь себе Просто порцию джина Что такое Черчилля Мартини Он выставлял Бутылку вермута Рядом с собой Французского Англичане и французы То любят То ненавидят друг друга Выпивал британский джин И иногда Просто кланялся В сторону бутылки вермута Типа И выпивал То есть там Личный протест И это и протест И все таки ладно Так уж и быть Это под настроение Либо пошел нахер Либо хорошо ты классно Но я сегодня Предпочитаю Пить напитки без тебя И вот Драй Мартини Попробуйте Для меня это вообще Барометр Твоей экспертизы Если ты делаешь Классно Драй Мартини Он странный Для в основном Конзюмера Для потребителя Но если он сделан круто Он прям обжигает Это супер коктейль Круто Артем Спасибо большое За беседу Я думаю Что вообще Огромного количества людей Которые посмотрели Этот ролик Он будет полезен Я надеюсь Как для общего развития Так и для каких-то Бизнес-экспертиз Вас, друзья Я призываю Попробовать То, что Удалось За последний год Плодотворной Интересной Совместной работы У нас У бренда Хулиган Создать совместно С баром Эль Капитас Это коллаборационный продукт Мы в линейке Табака Хулиган Выпустили Три вкуса Там будет Огромное количество Маркетинга Огромное количество Всяких Видеоматериалов Вы увидите Ребята из бара Подготовили уникальные Коктейли Которые можно будет Попробовать Во всех лаунжах В стране Где есть хорошие бары То есть Огромная Крутая Массовая история Где мы Наши вот эти Компетенции Нашу схожесть Наших индустрий Смогли объединить Вместе Мы уверены Что вам понравится Тема Спасибо еще раз Спасибо тебе Это было очень круто Благодарю Встретимся на полке Еп 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 Спасибо ребята Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok